От сбора до утилизации. С 1 января 2020 года в Ненецком округе заработает новая система обращения с коммунальными отходами. Что конкретно изменится и кому жители региона теперь будут платить за вывоз мусора? Снежные ловушки. Местные водители, несмотря на запрет, продолжают выезжать на автозимник на Ринмар-Усинск. Только за одну неделю более 50 эвакуированных, в том числе и дети. Немало тех, кто отказывается от помощи спасателей. Чему научились? Местные школьники пишут всероссийскую проверочную работу. Первый предмет – иностранный язык. Расскажем подробнее. Живая классика. Столицы региона подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов. Кто представит Ненецкий округ на федеральном этапе? Назовем имена. И заполярная весенняя наша. Коткины определились победители межмуниципальной спартакиады. Какая команда взяла переходящий кубок и кто оказался сильнее в отдельных дисциплинах? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Новая система обращения с бытовыми отходами в Ненецком округе должна заработать со следующего года. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил исполняющий обязанность руководителя Департамента строительства и ЖКХ Иван Глазунов. Напомню, речь идет о федеральной реформе в сфере утилизации твердых коммунальных отходов. Перейти на новую систему российские регионы должны были еще 1 января. Однако некоторые субъекты, в том числе наш, этого не сделали. Причина – отсутствие так называемого регионального оператора, который в том числе и отвечает за реализацию реформы. Таким образом, Ненецкий округ воспользовался правом перенести срок введения новой системы на один год. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Создание отрасли по переработке ТБО и улучшение экологической ситуации в стране – главная задача новой реформы обращения с отходами. Вопрос с мусором в российских регионах сегодня стоит крайне остро. Свалок много, особенно незаконных, а вот цехов по переработке в некоторых субъектах просто нет. Чтобы в том числе решить данную проблему, правительство решило кардинально изменить систему сбора отходов. Новая реформа – это не прихоть представителей власти. Уже давно назревшая необходимость. Основное – это именно упорядочение системы обращения с отходами. То есть от собственника отхода до объекта его окончательного захоронения или утилизации весь путь становился прозрачным. Переходить на новую систему обращения с отходами в России начали еще 1 января. Впрочем, сделали это далеко не все субъекты, в частности, Ненецкий округ. Единственный региональный оператор по сбору и утилизации мусора, который вышел на конкурс, внезапно отказался работать в Заполярье. Одна из причин – сложная логистика. Исполняющий обязанности профильного департамента Илья Голзунов на пресс-конференции заявил – оператор непременно будет. Он приступит к работе со следующего года. Мы осознали, что нам не уйти от разделения территориальной схемы. Сейчас мы идем по пути формирования двух зон деятельности региональных операторов. Первая зона – это городская агломерация. В нее, скорее всего, войдут город Наринмар, поселок Искателей, Красная и Тельвиска, возможно. И все остальные населенные пункты Заполярного района – это будет вторая зона деятельности регионального оператора. Почему так? Есть жгучее желание попытаться на территории городской агломерации остаться внутри существующих тарифов, не подразумевая потенциальных ростов. Получается, на территории округа будут работать сразу два региональных оператора. Не исключено, что ими станут местные компании, которые хорошо знакомы со спецификой Крайнего Севера. Например, в качестве оператора в Заполярном районе рассматривают Северожилкомсервис. Что касается городской агломерации, тут попроще. Мы понимаем, что тут почти постоянно у нас автомобильные сообщения и прочее. Тут попроще. Тем не менее, мы вели переговоры с городом. Насколько мне известно, результат положительный. Новая система обращения с коммунальными отходами – это не только работа региональных операторов, но и создание целой инфраструктуры по переработке мусора. Сортировочный комплекс, высокотехнологичный полигон сохранения так называемых хвостов, а также ряд площадок накопления ТБО. Планируется, что все это построят к 2025 году. Немаловажный вопрос – как данная реформа отразится на простых жителях? Придется ли платить больше? И если да, то почему? Не поменяется ничего, кроме одного. У вас появится отдельная платежка за новую коммунальную услугу под названием «вывоз мусора». Но то, чего сейчас нет, поскольку сейчас вывоз мусора осуществляется в рамках платы за содержание общедомового имущества. Но я хотел бы, чтобы ничего не поменялось с точки зрения ваших расходов личных при этом. И с точки зрения вашего осознания, что происходит дальше, по большому счету, лично для вас не поменяется ничего. С точки зрения самого мусора, он должен будет пройти долгий путь до либо вторичной переработки, до либо частичной утилизации. В правительстве страны тем временем уже заявили, население не должно переплачивать за вывоз мусора после перехода на новые правила утилизации отходов, как это случилось в некоторых субъектах. Олег Итанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Более 50 человек вывезены силами спасателей с закрытого автозимника на Ринмарусинск в период с 24 марта по 2 апреля. Как нам сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, в эвакуацию людей были задействованы силы и средства окружной поисково-спасательной службы и Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России ПАНАУ. Мобильная связь на зимнике отсутствует, поэтому путешественники, отправляясь в дорогу, заранее предупреждают родных или близких о предполагаемом времени прибытия. В случае задержки родственники обратятся в службу ЕДДС по номеру 112. На зимнике покрытие сотовых операторов находится не везде, связаться с родственниками не могут и обращаются к нам уже родственники. И по этому заявлению мы направляем силы и средства, чтобы можно было найти этих людей. Также мы непосредственно работаем с дежурными службами ДРСУ диспетчерской, пытаемся информацию, если есть возможность получать от них, где находятся граждане. То есть это идет совместная работа всех служб, которые задействованы на зимнике и в том числе спасательных служб, которые могут выдвигаться. Спасатели окружной поисково-спасательной службы эвакуируют людей на треколе вместимостью 8 пассажиров. Впрочем, при необходимости на борт внедорожного транспортного средства могут взять и больше. Если потребуется, сделают еще один рейс. Большинство водителей легковых автомобилей, это мужчины, они остаются в своих автомобилях. Мы эвакуируем женщин, детей, но по желанию, если водители захотят, конечно же, их тоже доставят в город. Не спешат покидать свои автомобили и водители большегрузов. Им по возможности доставляются вода, топливо и продукты питания. Вне зависимости от погодных условий, тем, кто отправляется в путь, спасатели рекомендуют взять с собой запасы питьевой воды и продуктов. Теплую одежду, автомобильное снаряжение и топливо. Но главный совет – по возможности воздержаться от экстремальных поездок. Все-таки лучше оставаться, как бы не выезжать на зимнюю автодорогу в период, когда у нас погодные условия не позволяют. Оставаться в местах возле заправок, возле магазинов. Еще один совет для тех, кто пренебрегает ограничениями и решит проскочить зимник. Перед отправлением, пока не пропала мобильная связь, позвоните в ЕДДС по номеру 112 и сообщите о вашем намерении отправиться в дорогу. А после его прохождения отзвонитесь и сообщите спасателям о прибытии. В случае, если вы не выйдете на связь, они примут меры по эвакуации. Подчас рискуя собственной жизнью. Из культурно-оздоровительного комплекса Коткина проведут ремонтные работы. По поручению губернатора НАУ в игровом зале обустроят современное покрытие. Соответствующее поручение было дано Департаменту образования культуры и спорта НАУ по итогам рабочей поездки Александра Цибульского в Коткинский сельсовет. Планируется, что работы будут завершены до конца года и уже в декабре жители села смогут играть в спортивные игры на новом современном покрытии. Помимо этого, по просьбе работников и посетителей ФОКа будут объединены два тренажерных зала, которые сейчас находятся в двух небольших помещениях. Таким образом, получится один большой тренажерный зал с кардиозоной и зоной свободных весов. Как при этом отметил начальник управления строительства профильного окружного департамента Михаил Фомин, поскольку стены в залах не являются несущими, их будет легко убрать и это не потребует серьезных финансовых вложений. Департаменту образования поручено завершить эту работу к лету. Окружные школьники приступили к написанию всероссийских проверочных работ. Проведение контрольных срезов 2019 года началось в образовательных учреждениях региона наряду со всей страной с экзамена по предмету иностранный язык. Участие в написании ВПР приняли 27-классников из школ Тельвиски, Шойны, Нельминоса и Харуты. В этом году всероссийские проверочные работы в 4-6 классах пройдут в штатном режиме. В них примут участие практически все школы страны. В 7-х и выпускных классах испытания будут проводиться по решению школ. Для 7-классников ВПР в этом году пройдут впервые. Причем в 11-х классах контрольные работы проводятся для выпускников, не выбравших данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. Еще одно нововведение этого года – автоматическая генерация вариантов проверочных работ для каждой из школ на основе банка заданий ВПР. Эта технология будет использоваться при проведении всех проверочных работ в 4-х классах и контрольных по русскому языку и математике в 5-х. Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, организованные для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации и проводятся на региональном или школьном уровне. В Ненинском округе стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2019». К участию приглашаются граждане России, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие детей. Заявки принимаются до 17 мая. Региональный этап Всероссийского конкурса проводится по пяти номинациям – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья-хранитель традиций». Главной целью конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семьи. Также это распространение положительного опыта семей, показательные примеры для других семей, как нужно воспитывать своих детей. Для того, чтобы принять участие в региональном этапе конкурса, необходимо собрать и отправить в адрес организатора пакет документов на вашу семью. Также одному из представителей семьи необходимо пройти регистрацию на сайте «Молодежь России» и отправить заявку на участие в региональном этапе конкурса. Победители будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. На Ринмаре выбрали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Ими стали Анастасия Бякина, Артем Долгобородов и Екатерина Шадрина. Уже в мае финалисты отправятся представлять Ненинский округ во Всероссийский детский центр «Артек», где будут соревноваться с участниками со всех регионов страны. А дальше война пришла. Нет, она не пришла. Она ворвалась и мгновенно забрела все, что у меня было. Анастасия Бякина участвует в конкурсе «Живая классика» в первый раз. Ее эмоциональное выступление не оставило равнодушным никого в зале. Для участия Настя выбрала монолог шизофреника о войне Кори Маркевича. Искала на разных сайтах и вот как-то приглянулась. И мы с девочками, с которыми мы выбирали в первом этапе стихотворение, мы видели это стихотворение, всем оно понравилось. Со сцены прозвучали произведения писателей, которые не входят в школьную программу. Выбор текста на всех этапах конкурса имеет большое значение. Именно в нем можно набрать наибольшее количество баллов. В этом году очень изменились критерии и как раз те произведения, которые являются частотными, они не приветствуются. Потому что мы ждем новых авторов, новые произведения. Поэтому если будут выбраны те книги, которые каждый год читают, к сожалению, выступление будет оцениваться ниже. Тимофей Лыков тоже участвует в конкурсе в первый раз. Пятиклассник рассказал произведение Евгения Чарушина «Верный трой». Мне вот собаки очень нравятся. Там, ну, они такие дружелюбные, с ними поиграть можно. Ну и жалостно, вот в этом произведении мне тоже нравится, так эмоции выражать. Конкурс юных чтецов «Живая классика» – один из самых популярных среди школьников. В этом году в муниципальном этапе приняли участие 39 человек. И только шестеро из них прошли в региональный этап. Конкурс всегда имеет много участников. И особенно каждый наставник переживает за своего обучающегося. Они его готовят, подыскивают новые произведения, открывают в нем те или иные грани, чтобы ребенок выступил достойно. И поэтому очень много обучающихся, они из года в год принимают участие в конкурсе. И с каждым годом их талант все оттачивается, оттачивается. По решению членов жюри лучшими чтецами на региональном этапе стали Артем Долгобородов, Анастасия Бякина и Екатерина Шадрина. Теперь ребятам предстоит выступить в следующем этапе конкурса, уже всероссийском, который состоится в мае в Артеке. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лучшие из лучших. В Ходкино назвали победителей 12-й межмуниципальной спартакиады, которая проходила благодаря финансированию ООО «Лукойл Коми» – социально ориентированному предприятию, которое оказывает значительную поддержку в регионах деятельности. На соревнования приехали 10 команд из населенных пунктов Ненецкого округа. Спортсмены соревновались в 8 дисциплинах. Кто завоевал главный приз, расскажет Наталья Кислякова. В этом году в результате упорной борьбы первое место завоевала команда из поселка Красное. Спортсмены показали наивысшие результаты по всем дисциплинам. От спонсора «Лукойл Коми» команда получила заслуженный сертификат на сумму в 100 тысяч рублей. Причем спортсмены из Красного уже в седьмой раз приезжают домой с Кубком победителя. Решили по-хорошему подготовиться, приехать и занять нормальные места. Первое место решили занять. Подготовиться по-хорошему надо было. Второе место из сертификата спонсоров «Лукойл Коми» на 80 тысяч рублей получила команда «Сила Несь». Спортсмены всего четвертый раз принимают участие, но уже добились высоких результатов. Алексей Коткин признается, ребята неустанно тренируются и показывают хорошие результаты. Капитан команды также пообещал в следующем году вернуться на «Спартакиаду» за первым местом. Мастерство команды остается на прежнем высоком уровне. В частности, это касается баскетбола, волейбола, лыжной подготовки очень хорошо. Что еще? Ну, нужно подтянуться, в первую очередь, на стольный теннис, гиревой спорт, штанга и так далее. А так, в целом, я считаю, что нормально. В следующем году будем бороться за первое место. Почетное третье место с небольшим отрывом взяли спортсмены поселка Нельминос. Им вручили сертификаты на сумму в 60 тысяч рублей. Спонсоры межмуниципальной 12-й «Спартакиада» «Лукойл Коми» подготовили также и специальный приз за волю к победе. Его удостоилась команда из поселка Каратайка. Нефтяники вручили им памятные подарки. Идею о создании «Спартакиады» в свое время предложил ветеран спорта из Коткина Александр Романов. Инициативу поддержали в ООО «Наринмарнефтегаз», совместном предприятии российского «Лукойла» и американской «Конакофиллипс». После того, как зарубежные партнеры вышли из проекта, генеральным спонсором проведения межмуниципальной «Спартакиада» является «Лукойл Коми». Компания активно ведет социально ориентированную деятельность на территории Ницкого округа. При финансовой поддержке «Лукойла» проходят многие спортивные мероприятия в НАО. Пропаганда здорового образа жизни – главный приоритет компании. От лица генерального директора «Лукойл Коми», от лица партнера «Лукойл Коми», я тебя лично хочу поприветствовать вас и поздравить с этим замечательным спортивным образом. Компания «Лукойл Коми» уже 12 раз поддерживает данные мероприятия, так как «Спартака» в Коткина является важнейшим спортивным свободным образом, который живет насобирает более стойные спортсмены. Для того, чтобы достойно представить на соревнованиях свое родное село, поселок или деревню, некоторые из участников преодолели путь в несколько сотен километров. Более 150 человек – это 10 команд. Из Неси, Коткина, Нельминоса, Красного, Устькары, Тельвиски, Индики, Каратайки, Нижней Пеши и Оксина. Спортсменам предстояло проявить себя в нескольких спортивных дисципринах, таких как баскетбол, волейбол и лыжные гонки. Впрочем, организаторы придумали новшество. В этом году новенько прошел русский жим вместо гирь, гиревого спорта, а изюминкой стал тройной прыжок национальный. Так как мы являемся национальным округом, у нас практикуется национальный лидер спорта и очень хорошо развивается. Впервые в состязаниях приняла участие команда из Устькары. Дмитрий Хатанзейский признается, за всю историю поселка команда первый раз смогла выехать за его пределы. Вся программа, которая была проведена, очень такая обширная и занимательная. Много нового узнали. Как приедем к себе на родину, уже начнем готовиться в последующем, в 13-м. Традиционная межмуниципальная спартакиада проводится в Коткино с 2008 года. Ее цель – привлечь сельских жителей к занятию спортом и повысить уровень физической подготовки. Из года в год увеличивается количество участников, появляются новые состязания и, конечно же, растет призовой фонд. Всегда в движении – ключевой лозунг нефтяной компании «Лукойл». Наверное, поэтому финансирование спортивных событий в приоритете у нефтяников. Напомню, генеральный спонсор проведения межмуниципальной спартакиады ООО «Лукойл Коми». Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.